Парк де Лискюр Парк де Лискюр из Швейцарии и его ассистенты тоже швейцарцы Лоран Росис и Стефан Валлер и запасной арбитр также из Швейцарии и делегат Европейского союза футбольных ассоциаций Герман Зелькер из Германии это наша команда и вот-вот уже скоро начнется матч который в общем-то стал здесь весьма и весьма заметным явлением хотя накануне приезда Спартака больше всего разговоров все-таки было о том что Бордо очень здорово провел матч против ОСР и вдохновленный должен с таким же настроением выступить и против московской команды но еще больше разговоров здесь было о теннисистах о сборной Франции которая вышла в финал в розыкшу Кубка Дэвиса где встретился с австралийцами и которые обыграли наших и вот тут даже и язвили по поводу заявлений Евгения Кафельникова который хотел преподнести урок преподать урок игроку австралийской команды преподать урок тенниса ну чем все это закончилось мы знаем ну тут может даже некорректно несколько в адрес Евгения Кафельникова высказывалось на прессе ну а потом уже в день матча конечно же главное внимание тому что будет происходить здесь в Бордо в матче Лиги Чемпионов да и в других странах и в других городах в этом турнире но больше всего конечно о том что будет и что предшествовало матчу Бордо Спартак ну так вот пока еще игра не началась я с несколькими интервью накануне матча вас познакомлю Элли Боб главный тренер Бордо сказал вот буквально следующее по мнению обозревателей для меня самое главное что они квалифицированные и авторитетные русская команда то есть московский Спартак является одной из сильнейших в Европе и можете себе представить восклицает Берегоп как мы должны против московского Спартака играть мы должны отвечает сыграть выше чем мы играли и лучше чем мы играли против ОСР ну вы видите составы команд я сейчас к ним вернусь и назову с именами как все полагается и вернусь еще и к расстановке игроков в том числе Мариус Трезор который имеет отношение и к команде к футболу отличный футболист в свое время звезда французского футбола сказал в интервью о том что Спартак играет в игру очень красивую зрелищно интересную и если она у него получится и тем же ответит команда Бордо мы получим прекрасное зрелище ну вот я думаю что со стороны Бордо высказываний достаточно что касается Олега Романцева очень пространное интервью он дал местной газете и местный корреспондент Тири Мотро в частности его спросил вы боитесь команду Бордо мы никого не боимся буквально вот дословно в переводе отвечает Романцев мы очень хорошо знаем эту команду мы ее внимательно изучали мы смотрели трансляции здесь есть интересные игроки но в принципе они нас не смущают между прочим даже этот корреспондент задал и такой вопрос вы занимаете 4 поста в клубе Спартак и очень важно вам это не мешает а Романцев с улыбкой ответил нет я пока справляюсь ну а вот если вспомнить о том что происходит сейчас в России москвичи интересуются по-прежнему в этой ситуации футбол величайшему моему удовольствию отвечает Романцев футбол выше всего того что происходит в России замечательно ответил Романцев хотя мы знаем и другие его высказывания ну а что касается вот сейчас этой атаки там было положение вне игры и теперь о составах команд московский Спартак в воротах Александр Филимонов третий Дмитрий Хлестов пятый Евгений Бушманов седьмой Василий Баранов восьмой Виктор Гулатов девятый Егор Китов Андрей Тихонов одиннадцатый номер капитан команды четырнадцатый Вадим Евсеев восемнадцатый Дмитрий Портенов двадцатый Александр Шевко двадцать первой Артем Олег Романцев главный Бордо Улиш Роме шестнадцатый номер голкипер команды четвертый Миша Савелич пятый Жером Бонисель седьмой Мишель Павон капитан команды восьмой Йоан Мику девятый Лильян Ласланды одиннадцатый Сильван Вильтор четырнадцатый Франсуа Громе пятнадцатый Горантон Мартинс восемнадцатый Ласина Дьябате двадцать первый Коджо Афану Эли Боб главный тренер команды Мяч на половине поля Спартака Ширко остался неподалеку от центрального круга теряет мяч хозяева поля Спартак быстро переходит в вороны к атаке пас налево Этитову зона левого крайнего нападения свободно следует удар поворотом и мяч в полуметре уходит за пределы для радиостанции спорт.фм для нашей радиостанции я делясь впечатлениями о том что тут говорят пишут и так далее на конуне матча сказал о том что в Бордо идет дождь и так оно и было дождь шел ночью он еще начал накрамывать вечера вчера а ночью был очень приличный дождь с утра он небольшой продолжался потом прекратился потом принимался не раз в течение первой половины половины дня ну а вот уже где-то под вечер погода разгулялась просто-напросто и очень хорошая погода сейчас во время матча поле в идеальном состоянии была бы еще такой и игра хорошо сыграл Ромео на выходе Титов чуть-чуть подправил мяч своему товарищу по команде Хлистов дальше послал но там дальше спартаковцы ошиблись и вот хозяева поля пытаются пройти на половину поля спартака но вне игры ловят в ловушку офсайдную ширко хозяева поля видимо отработали этот вариант в защите вы видите бокового сутью который поднял флажок и сейчас Дьяпоте замахнулся было мяч перевести на левый фланг но вот за него сделал этот другой игрок атака левым флангом хозяев поля и отпускает мяч за боковую относительно состава команды изменения конечно же произошли и той и другой команде и здесь что касается состава спартака то тут считали все что будет играть цинбаларь ну вот играет безрухный и задавали здесь все вопросы будет ли играть павон в составе капитан команды в составе бордо он был травмирован у него потянута мышца была и все это было под вопросом даже газета экип тоже самое задавало этот вопрос но павона все-таки поставил тренер сославшись на мнение доктора команды который сказал что боль которую испытывает павон она скорее всего такого плана психологического мешать она не будет ничего с мышцей не произойдет будет все в порядке хорошо сыграл сейчас на филимона мы видели здорово выбирать забивай ширко ай-яй-яй-яй-яй ну зачем под правую ногу подправлял мяч с этой же стороны находился игрок бордо под левую в дальний угол и все вы посмотрите в итоге здорово обработал мяч левой и левую жизнь оставь себе под левую под правую игрок рядом надо посмотрите комбинация филимона ширко едва не закончилась голом проходимая защита у бордо Тихонов подает высоко далеко и удара по воротам нет команда бордо вся была в штрафной площади Тихонов изящно обыгрывает Мику и дальше дальше вот там не получилась комбинация у московских спартаковцев Мику с мячом очень интересный игрок Вильторт набирает скорость только налево не ой-ой-ой-ой это же Паранов не успевал закрыть Диабате и очень опасная атака была бордо хорошо так все обошлось угловой будет подавать спартак справа это тренер или боб тренер бордо разыгрывает спартаковцы мяч углового пас Парфенову из-за боковой москвичи ведут в игру наша команда вся на половине поля полевые игроки естественно Филимонов штрафной на половине поля Пордо позади всех здесь у центрального круга только лишь Бушманов Басланд отошел хороший пас направо навесная передача дальняя Тихонов сейчас остановит мяч обманное движение пас назад они титов стоя ожидал что вот так мяч ему придет прямо на ногу а мог сыграть на опережении тем более что игрок Пордо находился в 3-4 метрах от него и рывком выйти на ударную позицию никакого труда не составляло ну что ж пока в атаке у Спартака кое-что получается и я бы не сказал что защита Пордо играет очень строго очень много пустот и поэтому спартаковцы легко проникают по флангам в штрафную площадь и к штрафной площади хозяев поля это дает уже кое-какую надежду но нашим тоже надо быть на чеку ухо держать востро потому что команда Пордо в атаке играет очень интересно на футбольном канале НТВ Плюс мы транслировали встречу чемпионом Пордо Вилем и футболисты Пордо в атаке очень прилично отыграли Евсеев отбивает мяч опасный момент удар гол вот тебе на о чем я и толковал Вильторг открывает счет явный 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 зевок штрафной площади и вот чем все это закончилось совершенно забыли почти у самой линии площади ворот Вильторга а за ним-то глаз да глаз нужен его нельзя ни в коем случае оставлять свободным но если на поступок где-то штрафной куда не шло но там штрафной держать надо и плотно Спартак в атаке безродный бьет в дальний угол или в направлении но промахивается ну я еще раз вот этим эпизодом подчеркиваю что проходима защита у Пордо и здесь у Спартака может кое-что получиться если конечно будет последний пас вовремя и точный и плюс конечно получится гитар ну а мы сейчас смотрим как Ильсеев отбивает мяч и тут же через себя в падении след бьет поворотом по-моему Франсуа Громе и или Мартинс вот я так сказать не могу сказать точно кто это пробил поворотом я пытался на экране здесь понять кто это сделал но в суть уже не в этом Вильторт самое главное оказался совершенно свободным и шансов у Филимонова совершенно никаких не было Ласланд посылает мяч Мартинсу и нарушение правил Гулатов оттолкнул соперника сейчас будет навесная передача собралась там приличная компания в штрафной площади Спартака навес неправильно безродный сделал подальше отбил мяч Ширкоди помешал Афану центральный защитник переводит мяч на правый фланг Тихонов Хлистов отдавал Гулатову но слишком слабо Мяку 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 с мячом Вильторд на левый фланг сместился а Ласлан сразу выдвинулся на место центрального нападающего Вильторд очень много работает перемещается по всему долю У него точного места посуды нету Он играет как свободный художник Сейчас он отошел назад на свою половину поля очень мобильный игрок Парфенов Толчок в спину штрафной выполнил Спартаковцы Бушманов Хлистов Евсеев рванулся и можно было конечно Хлистову отдать мяч Евсееву но Евсееву уже караулили защитники в попытке создать искусственное положение вне игры Баранов теряет мяч но хорошо что он отскакивает к Парфенову Я обращаю на ваше внимание вот сейчас это не так хорошо заметно а вот с трибуны было очень видно как уже тоже приготовились все игроки стоявшие в линии обороны выйти вперед и сразу же двоих а то и троих Спартаков оставить в офсайде еще раз повторяю что этот прием они отработали очень здорово пометкуя и изучая и зная манеру игры Спартака вот эти все знаменитые забегания открывания в коридорах когда появляется такая возможность и вот приняли решение и отработали вот этот прием в защите искусственный офсайд удар поворотом Холестова очень высоко и 1-0 впереди Бордо да жаль как-то так все началось началось хорошо Спартак создал несколько таких острых ситуаций очень обнадеживающих нас и вот на тебе в обороне зевнули как раз тот момент когда мы по сути дела и предупреждали о том что надо быть крайне внимательным в защите особенно к Мельторгу особенно к Ласлангу да и к тем игрокам линии хавбеков которые по ходу дела будут подключаться в нападении Грене правый защитник в расстановке игроков это выглядит вообще так все Роме Грене Афану Савелич и Бонисель вот линия обороны Мартин Спавон Дьяпоте Меху Хавбеки Вильтор Ласлан нападение но с учетом того что Вильтор работает я уже сказал как свободный художник он маневрирует на своем поле как ему представляется по ходу игры и вот таким образом тут может оказаться и пять Хавбеков вот пас разрез опять Вильтор Ласланг ушел налево образовалась брешь в центре обороны и тут же последовал пас очень сильно Филимонов перехватил сейчас неплохо задумали спартаковцы передавая мяч направлении Китова но это был тот случай когда он был повыше мяч поднять за спину забросить Евсеев бросает направление Ширко Ширко штрафной удар Днеправ Савелич центральный защитник он подстраховывал как раз Гране который увлекся атакой и успел вернуться назад Тихонов выполнит удар трофной пошел и Хлестов центральный защитник Спартака Тихонов сейчас будет подавать нет он бьет поворотом удар Евсеева мяч у него срезается но и угол был слишком мал чтобы поразить ворота но вратарь вот видите мяч не удержал не исключено что поле еще не просохло до конца и поэтому мне представляется что удары издали будут неприятными для голкиперов обеих команд очень хороший вратарь выбивает мяч на половину поля Спартака Булатов перехватил мяч прыгнул безродный смотрите какая точная передача Рильторгу и тот левой наносит удар посмотрел что Ласлан не успевает и пас ему бесполезно отдавать поэтому он решил нанести удар и проверить Филимонова Булатов Титов пас плохой от Булатова был Титову и поэтому потеря мяча смотрите как быстро Вильторг отошел назад и тут же набрал скорость уже на месте центральной подачи но он был не игры почему судья не поднял флажок момент удара по мячу передачи его Вильторгу Вильторг уже был в офсайде Бушманов Баранов Хлестов пас в одно касание выскочил Бушманову в линию Хавбеков а передача была плохой быстрый перевод мяча на левый фланг в направлении Тихонова тут перехватил пас Грене Грене подключается к атаке но на его месте остается вот этот парень 15 номер Мартинс видимо видимо так и будут друг друга заменять один будет участвовать так и другой оставаться в защите и наоборот удар издали мяч летит мимо Буф и Абате Хавбек команды Бордо между прочим здесь так более чем прозрачно был дан намек на то что наши клубы ни разу не выбили из турниров французские команды Спартак сейчас посмотрим ну бей поворотом в дальний угол но опять пас это уже издержки коллективной игры никому не нужны бей левой Тихонов Титов навеса не было Бушманов оставляет мяч Филимонову да скользковатое поле все таки рассказывая о погоде о дождей и так далее и говоря о том что поле в идеальном состоянии оно действительно идеальное но мокроватое поэтому скользит мяч да так вот вот этот самый более чем прозрачный намек на то что наши команды не выбивали французские клубы из европейских турниров это действительно так азовинзи также напомнили о том что Спартак очень часто играл с французскими командами и и из 12 игр он одержал лишь в одной победу французские клубы французские клубы который забил гол борьба московского Спартака у Спартаковцев четыре защитника Парфенов Бушманов Глистов Евсеев это все прекрасно знаете ну просто так сказать намекаю в следующий раз Баранов Титов Тихонов Булатов это линия Ховбеков Титов под нападающими Булатов между Титовым и линией обороны Безродный Ширко это атака команды но если посмотреть так внимательно когда Спартак теряет мяч отбой назад остается впереди только Ширко но когда Спартак владеет мячом тут же Безродный уходит вперед так же как и Баранов Широко играет сразу на фланге правом а Тихонов слева нарушение правил штрафной ну это традиционное построение игры с спартаковцами тоже нам хорошо известно и известно все это и хозяевам поля поэтому поэтому в спартаку не так-то просто хотя есть моменты они совершают рейды в штрафной площади и удаются проникающие атаки и удары даже поворотом были но точности пока не хватает да иногда и в решении своем они делают не то что ну я не хочу сказать так особо утвердительно надо но что хотелось бы савельич отдает мяч гране обратный пас афану а с левой стороны уже будисель набирает скорость по месту левого краня баранов не успел ему пешать теперь его преследует будисель делает рывок и хорошо что пас у него не получился подхватывает мальчик капитан команды полон пьет поворотом вот уже сколько ударов нанесли с дальней дистанции хозяева поля было несколько ударов со стороны спартаковцев это как раз и подтверждает сказанное в суд мной что удары издали будут неприятными для вратарей опасными потому что газон скользкий и мяч естественно тоже и по всему может быть кому-то улыбнется счастье используя дальний удар пока 1-0 впереди хозяева поля относительно результата прогнозов встреч в Бордо спартаковцы недвусмысленно говорили о том что они не прочь заработать 4 очка в матчах с этой командой на первой полосе газеты ЭКИ надпись фотографии футболистов Бордо и надпись не только информационно сообщающая о том что Бордо будет играть сегодня со спартаком но и о том что в случае успеха Бордо станет единоличным лидером этой группы группой Ж Христов дает мяч Гушманов Гушманов ошибается Мартинс пас направо Грене правый защитник навешивает штрафную и мяч у Тихонова но вот видите скользнул мяч пошел за пределы Гябате оставляет его Грене тот и будет бросать из-за боковой Гябате угловой не успеет Филимонов угловой будет подавать хозяев поля на этом стадионе проходили матчи чемпионата мира и в принципе все осталось как было и тогда все хорошо организовано но свободных мест многовато утром сообщалось о том что продано было 20 тысяч билетов я думаю что зрителей больше чем 20 тысяч подает Мартинс отбивает наш мяч Вильторг устремляется и Баранов Баранов раньше мяча и правильно делает сильно посылает его вперед но оказывается отсюда с трибуны не так хорошо было видно как видеть там мяч его траектория не просматривалась и он мяч ушел за пределы поля а так он правильно принял решение там на ноге буквально сидел Вильторг и Баранов не стоило рисковать паста право или нет центр между прочим Мартинс был недоволен потому что он ожидал что ему отдаст мяч но проигнорировал партнер игрока на правом фланге Тихонов поставляет мяч Евсееву на вопрос журналистов накануне матча кем заменят двух игроков Робсона и Ковтуна пропускающих игру из-за удаления Романцев Романцев сказал что у него есть решение совершенно точное но до матча до того пока не будет объявлен в состав официально он никому ничего не скажет предполагали выйдет Баларь еще предполагали что Кечену играть ни тот ни другой они в запасе где вышли Мику Баранов Булатов Бушманов снова Баранов сзади игрок пробросил мяч между ног Ласланда Баранов похоже прессингует хозяева поля и вынуждает Спартаковцев отдать мяч Филимонову здесь конечно же небольшая но присутствует группа преданных Спартаку людей приехали даже из других стран болельщики Спартака из Берлина между прочим русские которые живут во Франции тоже здесь на стадионе Бильторт не игры Маслан даже не даже не побежал а почему судья не поднял флажок и главный арбитр не отреагировал потому что Спартаковцы оставались мячом он был у Филимонова но арбитр главный и ассистент дали друг другу знать что они все видели и в принципе поступили верно Хлистов Бушманов Баранов Барфенов нет Барфенов мяч не доходит там Бонисель отбрасывает мяч Афану Афану Роме Афану Афану в атаке довольно интересно Ну и еще если что-то не получается от того что позиционно иногда спартаков действует с моей точки зрения неверно Усказан относится в равной степени и к Бордо только тем счастье удалось игрокам Бордо а нашим которые имели возможности может быть даже поострее чем хозяев они эти возможности не использовали в одних случаях пили и точно в других случаях местожих действительно пить начинали играть в пас разуверившие что попадут в поворот не брали ответственность на себя кто не рискует тот и Бордо не пьет поехали дальше простите за Каламбур и Титов не было нарушений правил это Булатов пробрасывал мяч мимо игрока Бордо а так как был Ганди Кап нормально и правильно стоял игрок Бордо то просто-напросто уже проявил такую маленькую футбольную хитрость наш футболист а вось пройдет этот номер не прошел намек понятен 1-0 впереди хозяев поля Вильторд Лас-Ланд пас Вильторду Лас-Ланд штрафной площади очень хорошо корпус поставил сейчас Брестов и помешал прорыву очень опасного игрока игрока сборной Франции Лас-Ланд штрафной площади где-то Мику так оригинально и красиво сначала подработал мяч а потом забросил его за защитника на Вильторду и дальше там вот эта комбинация с участием Лас-Ланд едва-едва не привела к выходу Лас-Ланд 1 на 1 если бы позиционно хуже сыграл Хлестов с вещом Спартак Ширко из-за боковой Спартак ведет мяч в игру Бонисель отбил мяч за боковую Баранов бросает что судья зафиксировал а из-за из-за боковой будут бросать теперь уже хозяева города еще раз ведут в игру мяч футболисты Бордо или там было уже нарушение правил да Бонисель не спеша не спеша Бонисель ставит мяч это Павлон капитан команды я бы не сказал что он очень заметен в этой игре может быть это обусловлено заданием которое дал Эри Боб он играет чуть сзади особо не увлекается атакой зная что это делает и лучшему Мику ну что же безродный не видел даже что Ширко вне игры нечего отдавать даже мяч Ширко демонстративно выходил и вот тот же случай что был и на половине поля Спартака который мы разбирали судья показал что он видит что он в сайте но свистка не дал потому что мяч был вратаря Роме теряет мяч безродный Мартин спасает Дьябате дальше Мику Мику своим опять коронным номером там пяткой пытался пробросить и у него это не получилось астролог напускает мяч Титов Тихонов Тихонов идет вперед и откровенно очень обыгрывал соперника уходя вправо и тот успел подставить ногу это 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 как раз тот самый Мишель Павон капитан команды разгадал маневр и вот Евсеев удар поворотом неплохой удар молодец Евсеев молодец подключился хорошо Вадим хорошо пробил поворотом по ноге попало несмотря на то что ему видите паст уже прямо в подкате жестком таком я бы сказал чересчур даже но уже защитник никогда и защитнику не уступит поэтому уж тут все как говорится два 14 номера сошлись в схватке и все-таки сумел Евсеев пробить но мяч чуть-чуть свалился с ноги Роме красиво сыграл Лас-Ланд сам он на левом фланге Мику Мику оставляет мяч и Атуапа раньше и Мику мог отдать и Вильторду но оставил Лас-Ланду а Лас-Ланда Вильторда опередила вот теперь Вильторд навешивает тут через себя это бил Лас-Ланд в том случае первый прошел номер когда голос был Вильтор сейчас удар не получился Парфенов Буршманов Булатов Евсеев оказался в центре защиты Холестов Холестов выдвинулся вперед но сейчас Евсеев уже ушел на свое место на левый фланг ну кстати Ковтун который играет на этом месте остался в Москве Роксон здесь же вместе с командой в одной из газет публикуя предполагаемый состав Спартака был указан даже Канищев в атаке но мы знаем что он тоже остался у дома и уехал в Бородиш по семейным обстоятельствам так что в запасе у Спартака Андрей Сметанин Илья Цымбаларь Дмитрий Ананко Валерий Кеченов Алексей Мелешин и Алексей Зулыбнев вот состав один из которых играет из-за пасты которые заявлены этот матч не получается атаку Спартака но ошибается и хозяева поля с мячом Тихонов поднимает руку Барана но очень далеко он от Тихоновой потом тут же сразу мешали игроки обзору и вот Тихонов предпочел дать пас разрез но безродный его не понял это руководящие работники команды Форто во главе с тренером поначалу вы согласитесь команды обе играли побыстрее может быть даже и поинтереснее Хлистов Бушманов Евсеев длинный пас Ширко но высоко Баранов там должен был принять мяч я думал что он все-таки сейчас замахивался а я уже смотрел на Ширко поэтому и произнес его фамилия некрасиво сыграл Роме пас Вильторду вне игры нормально все правильно и вот вы видите в момент удара где находился Вильторд Хлистов это опасно я много раз говорил побеждал Олег Романцев только что был на экране я говорил много раз через центр в обороне ни в коем случае нельзя играть Бунисель левый защитник подключается перебрасывает мяч на правый фланг Мартинсу тот у линии ворот на вес опасный момент кто бы вы думал помешал там все пробежали от двое и Мику сходов вылетел над всеми но маленький невысокого роста Парфенов сумел раньше выпрыгнуть чуть-чуть и коснувшись мяча опередить чуть-чуть Мику и тем самым не дал сопернику головой пробить поворотом в тот момент был голевой Тихонов Пулатов и пас на правый фланг Баранов но Панисель уже вернулся назад нет я вам скажу Бордо вообще интересная команда и случайно она стала чемпионом в прошлом году представляет французский футбол футбол чемпионов мира в лиге чемпионов в этом сезоне начала не очень удачно чемпионат Франции это команда но если взглянуть на турнирную таблицу вне игры Бордо идет на восьмом месте набрав 11 очков 8 очков извините сейчас уточню не это таблица набрав 11 очков ну конечно выиграв у Асера было 8 11 очков а 14 у лидера так что говорить о ямном лидере или о том что Бордо все потеряло чемпионате Франции было бы просто то он напросто не вер плотность очень такая серьезная в чемпионате Франции в турнирной таблице все в один голос и у нас в стране сейчас будет навес опасно молодец ух какой молодец Филимонов здорово сыграл на выходе просто здорово и у нас между Ширко рывок корпус пас сильнее так сильнее бы чуть-чуть получилось бы у него и безродный выскочил бы один на один да так вот и у нас в стране все те кто видели матч Бордо СССР на футбольном канале НТВ плюс в один голос сказали что и я соглашусь с этим что Бордо сыграло просто великолепно пусть минимальное преимущество выиграло 1-0 но по игре лес на ней играет Ромет как заправский центральный защитник играет но выбил на ногу Спартаку мяч Марфенов штрафной штрафной конечно Булатов Булатову нельзя никак было вы знаете давать мяч в разрез потому что уже ловили вот этим приемом офсайдным вот опасный момент ну 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 куда ай какой вздох облегчения вы слышали не знаю на стадионе мяч прокатился мимо ворот ай ай посмотрите левой ногой внешней стороной все таки большая вероятность был обил бил безродный что мяч как бы 50 на 50 в шансе хватился в сторону ворот попал или не попал понимаете если бы он сумел все таки опережая защиту игрока внутренней стороной на пыль нанести удар он бы тогда уже внес коррективы а так как у него было мало времени и пространства то в принципе он все правильно сделал но я повторяю пространства мало было с тем чтобы вот этот корректив удар внести и попасть в ворота точно не везет скажу честно не везет мартинс ребят не рискуйте я вас умоляю гране вообще гол пропущенный на спартак и под действием это очень даже неплохо но в обороне надо играть стройно это элибов национально так объясняет своему подопечному что они там должны делать Хлистов Ябатей Мартинс Бавон вот был мяч вперед а Бонисель рванул туда надеюсь что мяч такой кто-то понял что ему это сделает у нас Евсеев получает мяч от Филимонова но остается совсем немного времени я даже не помню были тут какие-то остановки если какое-то будет время добавлено в порядке компенсации вот смотрите как Хлистов из обороны подключается к атаке был ему дан пас в разрез Тихоров бей 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 же левый это в порядке вот теперь подработал под правую а уже попасть в дальний угол трудно потому что на ноге и перед ним стоял защитник готовый даже помешать ему посмотрите вот уже оп уже защитник рядом только обработал и вот он уже рядом все уже в дальний угол бить невозможно только в ближний вероятно попасть в этот угол из того положения в котором Тихонов оказался была очень-очень маленькая скорее промахнуться большей была вероятность там больше пространства вот так оно и вышло а вот левая она же у него в порядке бей схода в мигу удар издали удар сильный сильный удар но тут же волейбоб вот как раз и закричал чтобы быстро кто-нибудь назад рванул и перекрыл ход Парфенов туда побежал мяч партаковцы потеряли Парфенов Титов Титов как-то менее заметен чем обычно Ширко обоюдное столкновение ну а что судья фиксирует что неправ был неправ был Ширко 1-0 1-0 1-0 впереди Бордо первый тайм остается совсем немного до кончания матча но вот и будет уже добавлено время потому что игра остановлена оказывает помощь игроку бордо и мы смотрим еще раз это столкновение и ударил по коленке Ширко своего соперника и штрафной выполняет хозяева пола не спешат пока вводить мяч в игру ходит за пределы поля Савельич это ему попало по ноге и сразу же отдают мяч назад Роме спартаковцы выдвигаются срочно к центральному кругу а Роме сильно бьет вперед вне игры не было потому что вдруг в момент удара вместо того чтобы выйти это легко делается легко читается и в этом случае оставляется сразу во всаде на 5 метров Вильтор вдруг отскакивает пушманом и создает глубину атаки ну все обошлось теперь уже Спартак в штрафной площади и мяч до Тихонова не доходит Ахлистов быстренько сразу же адресует именно мяч Тихонов Тихонов даже просил скорее отдай мне Тихонов обокрал соперника отдает мяч в штрафную площадь Дьябате как так поклоснее сделать подачу Тихонов поторопился и Дьябате или Афану нет Дьябате отдал мяч Ширко пас назад Тихонова забивай нет опять надо же опять безродный какая жалость смотрите как Ширко здорово навесил ошибся седьмой номер Павон прямо на ногу выложил мяч безродным а тот чувствовал даже что может так выйти и бежал вперед его по какую-то долю секунды соперник опередил это Пушманов разряжает обстановку смотрите как Павон сыграл точно отдав мяч безродному и вот на какое-то мгновение порасторопней оказался все-таки игрок Бордо ну вот закончилось время основное толчок в спину штрафной выполнил Спартак основное время пошло добавленное и Спартак выполняет штрафной не играет да сколько раз Спартак оказывался в офсайде здорово отработали этот вариант в обороне все-таки хозяев поля вот это и решает как раз спартаковцы вот тех ходов которые они так любят и здорово выполняют делают да и они дают часто во многих других играх значит вот какое противоядие против мягающий контакт забеганиями маневрами Спартаковцев вот такой вот противоядие нашел Фрегер Эли и Коп и многих атак такой прием защиты Спартак лишил ну закончилась первая половина резюме все-таки равная игра Спартака были возможности и уважаемые телезрители телекомпания НТВ и телекомпания НТВ плюс футбольный канал продолжает репортаж прямой репортаж из Бордо о матче о матче Лиги чемпионов Бордо Спартак хозяева поля выигрывает 1-0 Вильтор забил этот единственный мяч и вот перерыве разбирая некоторые эпизоды этого матча наиболее интересные они повторялись акцент был естественно на опасные моменты сделан на гол разумеется и на те эпизоды которые были созданы московским Спартаком и вот оказалось голевых моментов у Спартака больше нежели у хозяев поля но вот что толку все-таки футболисты Бордо счет открыли а вот наши и чуть раньше могли открыть но не сделали этого потом могли сравнять и этого тоже не смогли добиться и в итоге ушли на перерыв проигрывая 0-1 и вот так обменявшись впечатлениями здесь с французскими журналистами вот так с левой стороны тут больше журналистов представителей пишущей прессы те кто ведет репортажи по телевидению и радио они чуть выше ярусом а комментаторские кабины расположены на том же месте что и было здесь во время чемпионата мира и вот как раз на том ярусе как работали французы так они работают и сегодня так вот поговорив с ними в нескольких словах пришли к выводу что Спартаку все-таки в какой-то степени с одной стороны не повезло в первом тайме а с другой а с другой Спартак если прибавит то может добиться успеха вот какой вывод делают даже французские здесь комментаторы и обозреватели то есть чувствуется что Спартак им нравится ну а сейчас вторая половина встречи мы видим как раз Вильторда неркнувшего на наш экран руководившего из раздевалки на стадион на футбольное поле это напротив нас там из-под противоположные трибуны там находятся раздевалки и вот уже команды на поле так вот Спартак вы знаете нанес практически в три раза больше ударов поворотом вот я читаю стенографическую запись этого матча и вот тем не менее он не добился успеха 55 процентов игрового времени владел мячом Спартак на 10 меньше хозяева поля если перевести это в минуты то на две минуты больше у Спартака был мяч 1-0 впереди Бордо и вот пас и вне игры это не был вариант искусственного офсайда это сами залезли в дни игры два игрока Бордо если бы чуть-чуть назад отступил Евсеев офсайда не было и игрок Бордо вышел бы один на один вот против Евсеева опять оставляют Вильторда Вильторду дают мяч но Евсеев казался немножечко поупорнее в борьбе мячом владел сейчас Мику будет бить поворотом это мне сразу как-то не понравилось посмотрите какой удар мощный но ближний угол в этот угол сместился и Филимон в красивом полете залетел туда и я думаю он бы отбил мяч этот если бы он попал точно в ворота в створ ворот он бы его отбил но сорвал бы здесь аплодисменты а так они достались пока что Мику пас в одно касание на левый фланг это Бонисель Бонисель сбрасывал мяч Мику что-то Мику очень свободно себя чувствует я не хочу делать второпалительного вывода дескать Эли Боб сразу дал указание Мику выдвинуться вперед и вместе с Вильтордом вот вам Вильторд удар поворотом ох вот вам Вильторд выпускает мяч Филимонов ну вот тот самый момент когда меня чуть все оценили оборвалось душа в пятке ушла но молодец Александр сумел ногой выгрести мяч из-под ноги соперника и выбить его за пределы поля но мяч уже коснулся игрока филимонов филимонов поэтому свободно вел мяч ударом от ворот простите точно ударом от ворот никаким не свободно ударом от ворот вел мяч в ногу Филимонов бонисель распоясался этот парень его никак не могут там остудить все время подключается к атаке это вот тот самый удар Вильторда мяч вылетает из-под ноги и вот в момент удара уже поворотом дотянулся до мяча ногой длинной ногой высоты Филимонов длинный ногой до Филимонов дотянулся и выбил мяч в итоге не было вне игры Мику подает на ближний угол снова свечом Мику еще будет удар поворотом подставил голову Гушманов угловой еще один хозяева поля решили ошеломить Спартак в самом начале второго тайма сделать еще один гол гол быстрый всем чтобы Спартак успокоить и самим так сказать довести уже до логического завершения этот матч если им конечно это удаст Филимонов отпевает мяч ненавижу эти удары двумя кулаками вот он сейчас отпевал и вот мяч еле-еле отлетел от этих кулаков могучих отлетел еле-еле метров там 6-7 прямо в ноги игроку местному тут не ожидал офсайд 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 безродный я полагал что Спартак похватится сразу и собьет дыхание хозяев поля акации не тут то было но в то же время видите не спеша будет мяч в игру Банисель Мику Баранов Павонс падает уронил его Баранов и опять видите все не спеша Мику пошел Савельич в штрафную площадь Югослав высокий играет головой очень здорово у него перевязанное колено это вот после столкновения тогда с Ширком вы помните оказывали помощь Савельич о нем здесь пространная такая была статья интервью с ним он тут изливался с сантиментами в адрес игроков Бордо руководства команды и вообще тут он и жизни себе не представляет без Бордо к тому же у него сынишка родился в этом городе ну и он подумывает о том чтобы еще тут поиграть правда потом заметил если не будет других предложений типично цимбаларь вышел на поле в составе московского спартака заменил да я знаю что он спасибо друзья мои мне подсказывают я весь внимание на поле я даже не смотрю на монитор скажу вам честно иногда посмотрю на другой монитор где результаты других матчей мои друзья вам сообщат все эти результаты так что не переживайте уважаемые телезрители тем более что мы транслировать будем еще игры лиги чемпионов это наши права унижающие телекомпании НТВ мы все это на футбольном канале освещаем по полной программе и так же как и на основном канале НТВ и он вместо Булатова вышел цимбаларь ну пора Спартаку взяться за дело согласитесь потому что вот то что сейчас происходит это игра на нервы как правило говоря наших свадьб Парфенов Китов Баранов Мику набирает скорость Вильторг а справа справа там правда Евсеев уже заметил да и сам игрок игрок этот сам Мартинс облегчил задачу здесь в обороне Спартаку тем что он шел в центр поэтому ему пас уже не отдавали Вильторг отпасовывает назад Буниселю Бунисель левой отрабатывает отдает Павону капитану команды Грене не успевает из-за боковой Спартаковцы вдруг выигрывают вот любопытный нюансик наблюдения как Грене подключился к атаке как тут же Бунисель пошел в центр сузилась сразу оборона и если Спартак скажем начал бы атаку левым флангом тут же сразу бы перемещение пошло одного центральных защитников для подстраховки зоны правого защитника и Бунисель уже исполнял второго центрального так ну я вижу что Кеченов готовится выйти на замену естественно это уже так сказать явный намек на то что Романцев усиливает выходом Кеченова атаку своей команды тут надо остудить хозяев поля только тем чтобы перевести игру на половину поля хозяев уходит Баранов выходит Кеченов на ваших экранах это все видно Вильторт пас в разрез хорошо Евсеев сыграл просто хорошо но я не обращал внимания на бокового я был так сказать весь в моменте игровом а посему сразу же не посмотрел на бокового как ходил вложок но в принципе как работали сейчас в атаке хозяева поля как сыграл Евсеев он заслуживал похвалы на переднем Вильторт а потом уже там поднялся карпит и зафиксировал сайт нападающего в Бордо Мику Лас-Ланд пас Мику удар поворотом 2-0 доигрались северный персонаж популярных анекдотов сказал бы тенденция однако я думаю что я этим и ограничусь Мику забил второй мяч в ворота Спартака 2-0 впереди Бордо Кеченов Мику Вильторт против него Хлистов тут же Кеченов Хлистов ну быстренько мяч надо отдать своему Парфенову Титову Бас налево Тихонову это хорошо Евсеев по месту левого крайнего идет вперед с мячом хозяева поля Хлистов мяч перехватил Ябаты Савелич Мику отдает мяч назад Роме по традиции исключительно из уважения телезрителей которые не с самого начала с ним отрицали на репортаж по разным причинам в темпе о составах еще раз Спартак Филимонов в воротах 2-й 3-й Хлистов 5-й Бушманов 7-й Баранов 8-й Гулатов 9-й Китов 11-й Тихонов 14-й Эсей 18-й Парфенов 20-й Ширко 21-й Безродный Олег Романцев главный тренер это естественно тот самый стартовый состав потом были замены вышел Цимбаларь вместо Булатова и Баранова заменил Кеченов Бордо в воротах Роме 16-й номер 4-й Савелич 5-й Борнисель 7-й Павон 8-й Мику 9-й Лас-Лан 11-й Вильтор 14-й Громе 15-й Мартинш 18-й Ябате 21-й Афану Берекоп главный тренер судья главный Урс Мейер Швейцарии его помощники тоже швейцарцы Лоран Россиз и Стефан Фальдер 2-0 впереди Бордо Между прочим обозреватели разбирая игру Спартака не применули вспомнить как играл Спартак против Спарты или как Спарта играла против Спартака нет ни игры мяч попал в почку подскочил остановился но Кеченов не сумел опередить Бонисель а Бонисель опередил Кеченов и уйдет за потовую так вот вспоминая тот матч между прочим и французы в том числе так же как и мы давали характеристику той встречи после матча и игре Спартака и особое внимание так сказать уделили морально-волевой подготовке Спартака и может быть может быть так сказать не без иронии заметили о том что что касается подготовки в плане морального волевом то Спартак здесь получил в матче со Спартой изумительную возможность в этом плане себя проявить и это может так сказать ему помочь и далее уже во встрече и так судьбе угодно еще раз испытать силу Спартаковского характера Спартак проигрывает 0-2 Романцев сделал замены усиливая разумеется свои атакующие порядки зная возможности Гетчинова получает мяч и Цимбаларя нарушение правил но для того чтобы эти возможности воплотить в реалии нужно поймать свою игру и естественно проявить морально волевые качества Титов Цимбаларь но и местные люди тоже так сказать не лыком шиты они ведь футбол играть умеют да еще у себя дома все это Кеченов между прочим некоторые обозреватели открытым текстом заметили что если Бордо выиграет у Спартака в этом матче не игры нет то это очень и очень возможно вариант вообще выхода из группы Тихаров ну давай забивай по похоже спартаковцы даже самые классные игроки опытные игроки уважаемые авторитетные продолжать нет разуверились сами в себе и никто рисковать не желает вот эти вот пасы уже вы знаете как-то становится неприлично непросто ну мы смотрим как было совершено нарушение правил игроком по рту и штрафной заработали спартаковцы удар в стенку бил Тихонов а вот в том игревом эпизоде у них была куда лучшая возможность без помех бить поворотом нет начал отдавать масс контратаки хозяева поля не поняли ошибается спартаковцы будьте любезны едва Вильторг не забил третий мяч бил наверняка в дальний угол но Филимонов просто спас свою команду просто спас ведь пил никто не будет игрок сборной Франции и он уже Филимонов забивал помните когда наши выиграли сборной Франции на стат Франц 3-2 ну об этом здесь говорили каждый раз проводили параллели между той игрой и вот предстоящем матче спартака с Бордо и так сказать перечисляя тех спартаковцев которые играли в той встрече за сборную да так вот между пока штрафной развлекну вас просто-напросто даже себе отменю факт вопрос Россия выиграла на стат это это изменило ваш взгляд и отношение к французскому футболу спрашивает корреспондент Олег Романцев отвечает вы знаете нас интересуют не только французский футбол мы очень внимательно наблюдаем за тем что происходит в Италии Германии Испании и потом не надо проводить параллели и сравнивать французскую сборную и команду Бордо нет ни игры давай Титов 2-1 слава Богу Бордо нас интересует поскольку поскольку нам с этой командой играть в Лиге Чемпионов и больше никак ответ Романцева ну вот слава Богу отквитали один мяч Титов молодец здорово сыграл посмотрите поднял голову посмотрел кому отдать точный пас на ногу Цимбаларю и тот левый отправляет мяч в сетку в ворот счет становится 2-1 безродный забивает мяч извините я сказал Цимбаларь забил Спартаков безродный забивает мяч 2-1 впереди Бордо Филимонов отдает пас Клистову Парфенов как пропущенный гол все-таки скажется на игре хозяев поля очень любопытно между прочим Вильям играл довольно уверенно здесь против Бордо если бы не этот фантастический гол юного дарования из Генеи который запас Фендуном Паскаля победный гол матч бы закончился в нишу Вильям как бы дал пример того как надо против местной команды играть хотя в принципе Бордо было настроено и билось матчи против голландской команды но еле-еле сумели одолеть голландский смотрите момент когда Вильтор мог сделать счет 3-0 и кто знает был бы потом уже ответный но спас ворота нашей команды Филимонов а вскоре и забиваешь ты забьют тебе прорыв битова и точная передача на ногу без рот и 2-1 Кеченов Кеченов бросает из-за боковой это традиционный вариант так сказать профессиональной солидарности мы освоили это тоже очень приятно Ику Парфенов Бушманов Кеченов Китов Парфенов Цимбаларь Ябате его опередил Вильторт отдал мяч Ласланду Авельторт уже видели где там нарушил правила игрок Бордо поэтому судья прервал эту атаку хозяев поля штрафной Бушманов хотел отдать Парфенову Дни игры Кеченов в офсайде Опять сработала офсайдная ловушка поэтому и все равно была атака Спартака Мартинс отдает Гране как и в первом тайме рывок Гране Тихонов не успел ему помешать Вильторт едва не стащил мяч у Евсеева пас штрафную снова ну бросай бросай Кеченову нет убивает Филимонов это так здорово вы посмотрите как здорово он выбил прям на ногу Ширко подошел Кеченов можно играть показывает курс Мейер между прочим и французы вспомнили что этот судья судил встречи в интер Спартак который закончился в Москве и Симеоне забил гол в ворота московского Спартака когда практически матч закончился ну и тоже напомнили французские журналисты что тогда спартаковцы высказали претензии арбитру за неназначение двух явных пенальти с точки зрения спартаковца тогда в том матче вспоминайте я думаю что сегодня претензий нет у хозяев ходов работы мне так кажется судя по их поведению Титов сбрасывает мяч Бушманову тот так красиво отпускает его далеко потом видите Мику с Вильтольдом не поняли друг друга Кеченов Титов Парфенов Пас Титову корпус корпус но раньше еще надо было еще до того как он начал так сказать уже прилаживаться к ключу как он будет его обрабатывать как он будет работать уже ставь кор не отталкивай ничего ставь закрывай мяч удар поворотом в дальний угол летел мяч после удара безродного подставил голову игрок в кордо отправил мяч в Асланд между прочим нападающий оказался в своей штрафной точке но и я видел Роме был готов отразить удар символарь готовится выполнить удар разбежался вдруг судья боковой его остановил в Асланд отбивает спартак владеет в каком-то отдельном участке поля то что спартак умеет исключить эти длинные передачи из единой поля и Диагональд и Протольный Мартинский поля его приветствует публика надо отдать ему должное поработал он там с ГРН прилично на месте правого Грайнева и Лоран Патлес вышел на поле это основной игрок команды он играет иногда и в стартовом составе играет сразу выходит на поле и чаще других появляется на замете Павон Ласланд понимаете можно смело утверждать что хозяев поля играет тремя нападающими вот Мику Ласланд и Минтор ну а сейчас еще вышел на поле Батлес свежий игрок тот тоже сейчас попробую на правом фланге попробует потерзать оборону Спартака в общем-то замена как раз я отдаю должное или попу как раз связана с тем чтобы усилить все-таки игру нападения он понимает что это зыбкий счет и понимает что Спартак может наказать хозяев поля если они рано сядут на защиту ворот только лишь вот Батлес уже днем поворота если они только будут теперь уже заняты мыслью сохранить этот победный счет будут биться за это маленькое преимущество евсеев отдает мяч Тихонову 2-1 впереди Бордо Титов пас Парфенову напрашивался нету вне игры было скажу вам честно было вне игры пас Хлистову подарки такие судьбы не нужны совершенно скажу вам вот сейчас офсайт и тогда был офсайт и сейчас был офсайт я согласен абсолютно с публикой возмущенной боковым арбитром которые рядом с нами работают у нашей трибуны где комментаторские места плохой пас сделал очень плохой пас даже вот не воспользовались и этим вариантом и может быть даже и хорошо ну и мы видели как работал очень самоотверженно Роме и в ногах у Хлистова отобрал мяч у Спартаковца 2-1 и тормик отличились Бордо и безродный Спартаков ошибается Роме вот сейчас в ней игры не было но пас надо было бы четче отдавать и сильнее у Филимонов Кеченов Парфенов Кеченов Китов так на левый край быстро да раньше же было надо не левый а правый и Ханав удар от ворот куда маленькая задержка и вот уже в невыгодном положении оказался Тихонов потому что Цимбаларю надо было сразу же отдавать правой ногой там ничего не стоило ему это сделать я понимаю что левая нога родная близкая такая рабочая что угодно может сделать левой ногой Цимбаларь как клюшка но как раз надо было довериться правой мгновенно в одно касание переправить мяч Тихонову и эти не успевали сделать положение вне игры искусственно создать Микю Лас-Ланд Вильтор вот это забегание делает Бонисель и вы видели как Лас-Ланд пас отдал это бразилец так мог только сделать вакансии Лас-Ланд умеет стоя совершенно спиной вдруг так резаным ударом внешней стороной мяч выдал сразу же Бонисель но самое главное что Бонисель верил что Лас-Ланд этот прием применит и ему это удастся другой вопрос что там оказался вне игры Бонисель сам немножечко увлекся но эпизод посмаковать конечно стоило когда такие технические приемы применяются это еще и удачно это украшает игру Мику с чей бы стороны это не было бы выбор Савелич Мильторт Гроне Савелич Афану Мику Бонисель Парфенов это рядом с ним Безродный Хлестов Четыре в линию стояли защитника команды Бордо готовы в мгновение ока ринуться вперед к центральному кругу и оставить в офсайде Спартаков Семпаларь сбросил мяч Бониселю Бонисель сыграл Савелич Афану Бонисель Ласланд Батлес уже теперь он на левом краю Хлестова не обыграл но хозяева поле бросать из-за боковой и Батлес по эпизоду здесь поработал на левом фланге и ушел в центр атаки в центр нападения там рядом с Вильтордом он и стоит Игра рукой студия молодец увидел Бушманов а вот не тому отдавал Бушманов Ширко надо было отдавать вот в направлении Ширко туда подальше в штрафную площадь и у Ширко был хороший шанс овладеть мячом если боковой бросать будет видимо Бонисель да Бонисель Мегу Парфенов придерживал руками соперника Бонисель выполнит штрафной вы знаете я прочти не смотрю на монитор как мы называем этот телевизор в помощь триган а все маленький здесь экранчик маленький телевизор такой карманный почти справа стоит и там результаты других матчей я еще раз повторяю вы все это будете знать просто в силу уже того что многие телезрители будут смотреть матчи которые мы будем транслировать не хотелось бы разумеется их разочаровать и сообщать заранее результаты и потом будет еще дневник Лиги Чемпионов Ширко Ширко испортил напрочь ну напрочь не по-спартаковски работал с мячом и поэтому не надо даже и падать Роме чтобы овладеть мячом который отпущен был так далеко от ноги Ширко Парфенов Кеченову Бровки бросил мяч но и Мику за ним приглядывает поэтому Парфенов так на коротке решил сыграть подошел Китов но это спартакский вариант мелкого паса дальше не нашел продолжение атаки Парфенов отдал вратарю получил обратный пас через центр ой-ой-ой-ой-ой-ой желтая карточка на напрасно публика интеллигентная все-таки французская публика в Бардо и начинает возмущаться тем что судья показал желтую карточку игроку вы посмотрите вы видели с прямой ногой как с пикой наперевес пошел в отбор мяча Батлес естественно желтая карточка доктор команды Юрий Васильков оказал помощь носилки не понадобились слава богу Евсеев продолжит игру Лас-Ланд и Батлес в составе Бордо имеют желтые карточки Бушманов бросает мяч туда в центр обороны Афану опередил перехватил отдал на полном поле Спартака Батлес с мячом успевает подать Холестов останавливает играет с Евсеевым тот промахивается пас назад такой вариант Спартаковской игры затеяли здесь хозяева поля переводит мяч на правый на левый фланг судья показывает что мяч не ушел за боковую и Филимонов Бушманов Евсеев совершенно свободный на левом фланге обороны и можно ему отдать мяч было и там коридор совершенно пустой и Тихонова забыли с трибуны это было хорошо видно вот те кто затевал атаку Спартаковцев этого не заметили Парфенов Бушманов Листов Титов вот наконец-то Евсеев схода в одно касание молодец заметил безродность был один неприкрытый и Ширко чуть-чуть в стороне стоял тоже так сказать под контроль его не взяли и он отдавал мяч безродному но даже трудно сказать кто тут неправ или Евсеев который так сильно отдавал мяч или безродный который не готов был к этому варианту атаки правильно Тихонову оставь мяч Кеченов ну пошла такая игра на встречных курсах ну и тут обе команды могут поймать на контратаке друг друга хотел бы чтобы это сделал все-таки Спартак Христов Кеченов опять в линию и выжимая уже готовые создать искусственный сайт действовали защитники их отодвинули к своей их штрафной площади спартаковцы но у них бас не получился Лас-Ланд Батлес удачно вошел в игру его так активно нагружают Лас-Ланд открывается по правому флангу вот и Спартаковец схлопотал желтую карточку безродный Артем который забил пока единственный мяч составит Спартака ворота бурдо 2-1 впереди хозяева поля остается мало времени до окончания встречи ну если даже Спартак и уступит а я очень верю что может быть все-таки еще удастся что-то сделать Вильторп уходит с поля Вильторп который забил мяч открыл счет и выходит тот самый герой который забил красавец гол потрясающе совершенно я уж его разбирал по полу там мы транслировали матч на футбольном канале бордо Вильям и вон забил тот самый победный мяч и бордо выиграла Паскаль Фейндуно 19-летнее дарование из Гвинеи и публика его встретила овацией проводив такой же овацией Вильторп и вот уже Фейндуно там финтит мяч у него он в штрафной площади пас назад вовремя Хлестов очень вовремя Хлестов хотя по всем правилам игры в обороне в центре он там и обязан был находиться и вот Фейндуно ну ныряй молодец Телемонов красавец просто молодец в ногах сулело передить этого малого и забрать мяч ну и тот молодец перепрыгнуть через Телемонова и с тем чтобы не нанести травму нашим голкиперам ну и ожила публика сразу сразу ожила публика предвкушение предвкушение понятно чего но я еще надеюсь Афану Лас-Ланд и тут же на правый фланг Фейндуно смотрите как останавливает гушманов титов арфенов нет вне игры но помягче если бы много желаемого за действительность я выдавал во время репортажа но оно само собой напрашивалось и вы это видели все прекрасно так вот если даже нет повременим чуть-чуть повременим 2-1 Бордо выигрывает у Спартака в офсайт офсайт конечно судья немножко с опозданием поднял на линии флажок чуть раньше надо было это сделать потому что в момент удара голкипером Роме уже два игрока Бордо были в положении не игры вот отсюда и ввел мяч в игру Филимонов ему отдали назад и теперь он сейчас готовится туда послать мяч но нельзя этого было делать потому что сразу же уже в офсайде оставляли игроки защиты Фейнорда спартаковских футболистов это Лас-Ланд выпускает момент выручает Филимонов но удар был не очень убедительным а для Филимонова легким поэтому все так обошлось 90-ая минута матча будет добавлено время естественно перевод мяча на Кеченова прыгает Бумисель тут же Афану Мику Парфенов играет по правилам Хлистов подняли руки сразу и безродный Тихонов на левом краю а пасует мяч ну вы видели все в общем пасует мяч игрок и короче говоря Парфенов тут же Ширко Ширко в штрафную свой игрок проверяет реакцию Роне а она у него отменная повторный удар правой цимпаларя мяч летит мимо а к вопросу если бы левой фонте размышляли вот пас бы правой тогда отдал бы Тихонову а вот удар правой в этом случае уже мимо ворот сыграли уже одну минуту компенсированного времени участники этого матча пошла вторая 2-1 впереди Борно засуетился Спартак не заиграл а засуетился когда играл имел гораздо больше возможностей забить вот так Ширко уходи я тебе умоляю ну забивай помню помню я сказал я повременю тут можно сколько угодно посыпать голову пеклом можно размышлять зачем бил ближний белый дальний в любом случае обязан был забить но Ширко столько уже не забивал что разбирать лишний раз этот эпизод я думаю и не стоит да и жаль парня так вот третья минута добавленного времени Парфенова дай Кеченову Кеченову получает мяч Холестов пас вперед прям на ногу Бониселю и забиваешь ты забьют тебе Мику в Павон точный пас Тихонову зато плохой пас Тихонова Безродному Роме навешивает прямо на мяч на Батлеса Батлес головой дальше к партнеру и угловой или удар от ворот угловой или что там я сейчас никак не пойму что там потому что далеко это там в углу из-за боковой будет бросать хозяева поля естественно не спешат четвертая минута добавленного времени борьба за мяч Батлес и Евсеев еще и Тихонов и свисток орбитов и в двух словах буквально Спартак мог выиграть мог не проиграть и расстроил но еще не вечер спасибо за внимание спасибо за работу вел репортаж из Бордо Владимир Маслаченко до свидания за субтитры за субтитры Продолжение следует...